Выезжаю сейчас на охот, с другом рада поедем на его машине. Всю зиму ждали, 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 ждали от себя, а значит будут выезды и в села, и поля по старым картам, отыщем новые места. Там я загадочный, нам ехать очень далеко, и отыскать фундамент старой будет нелегко. Тайна сокровищ нас на подвиге всегда толкает, да уж фортуна нам не помешает. Едем мы, едем, забытые поля, мы на раскопке, едем мы, едем, забытые края, на поисковые работы. Едем мы, едем, мы из наших вклад, кольца и монеты, едем мы, едем, с надеждой найти свои ответы. Прибыли на место, первые сигнальщики, опусы, ездили. Идем дальше. Очень много чермита, сигналов всяких. А вот, от посуды, осколки. Такой вот фарфур, круглым камушке. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, с этой явки, вот копнул, еще есть. И вот она выскочила, лежит монетка. Вот такая вот монетка. Монетка. Не знаю еще. Советики. Ага, двушка. Ага, двушка. Ранняя. Пролетарий, сестра, вокруг. Год не видно пока. Вроде бы тридцатый. Тридцатый. Угу. Вот интересная находочка. Кусочек сургуча. Или бутылка запечатывалась, или какое-то письмо. А так как здесь была почтовая станция, то скорее всего какое-то письмо. А самое интересное, что здесь видит год. 1815. Вот такая вот интересная находка. Сургучная печать. Вот такие вот пейзажи. Мы ходили сперва вон там, на убранном поле, на месте почтовой станции. Потом перешли сюда, вдоль этих овражков решили походить. Трава высокая. Нашел один осколок. Ну и снаряд. Снаряд пустой. Расоперенный, полностью пустой. Готовый ММГ. Вот здесь сидит у нас. Что-то положили у него. Вот этим деревцем. Вот он, этот поряд. Вот. Он совершенно пустой. Не опасный. Вот такой вот. ММГ готовый. Карандаши ставить. Я уже подошел на дороге к машине. Вячеслав там еще что-то роет, но уже, говорит, сейчас идут уже. Вот такие вот местечки. Ну, самая классная находка, я считаю, что это сургучная печать. Которая сегодня мне попалась, пошел ее глазами. 1815 год, написано на ней. И цифры 3 и 4, наверное, 3 месяц, или 4 число, или наоборот. Или номер постового отделения, 34. Вот такой вот получился. Ну, заехали. Вот здесь такой замечательный храм. Вот. Вот. Преклоняемся с предвечным и на руку Твоей, держимым младенцем, Господом нашим Иисусом Христом. О, Пресвятая Госпожа наша, Царица Небесная, Преславная Владычица, Дева Богородицы, печальных всех праведное утешение и всем уповающим на тебя живот и воскресение. Преклони, о Госпоже, причистая своя ушеса к молитве нашей, приносимой Тебе от нас непотребных и недостойных рабов Твоих. О, Матя наша Милосердая, яви на нас милость Свою в печали сущих и во гресех всегда пребывающих, и не презри нас многогрешных рабов Твоих. О, Матя наша Прекрасная, всех благих Ты еси вина, смертных человек уживления и погибших избавления, приими недостойное наше сие моление падших и многогрешных рабов Твоих. Живоносимый, сущник мужа-матери. Да, это запах можжевельника. Вот такие вот виды, красивые. Купили, вон-то, и посмотрим. Там есть купель, которая, можно даже, люди купают, заныривают. А вот здесь купают. Вот здесь вот в этих, даже в кабинках. Обливаются. А, вон люди. Написано, что нельзя окунаться в плавках, а надо покупать рубашку в церкви. А что мы хоть посмотрим, знаете? Ну, смотрим. А там, что там, по осенью где-то, да? Там в ваннушка, вот в ботене, да? А, я понял. А, я понял. Такие вот здесь. Красоты. Это помнишь, что? Это вот эта Петровская линия, 25 километров от Шелкера. А, ну да. Потому что она не указана. Ага. Кафе трапезная здесь. Чай, кофе, выпечка. Поэтому там можно перекусить у трапезной. Кафе трапезной. Эта крышка, да, такое дерево сделанное, под старину. Ну да. Чешуйки, да, что ли? Короче, кора. Ну да. Деревья. Вот. Вот такие вот здесь. Растиные, красивые, цветочки. Вот такая вот красота. Вот такие вот. Розочки. Вот, обратите внимание на крышу. Это у вас строение. Крыша драночная. Коры сделала. Гранки. Ты сегодня выложишь сюда? Нет. Сегодня мне выложил. У меня на утре здесь еще три видео. Ну, выложить сегодня. Такие красивые виды. Курганы. Вообще, замечательные виды. Такое место. Вдалеке пастутся коровы. Ну, выложить. Что-то что-то захотелось. Надо корову запить и поехать. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok